Сегодня поговорим об устройстве, которое поддерживает запись в формате 32 бита с плавающей запятой. Кто бы мог сомневаться, что этим устройством снова окажется Zoom. Ручной рекордер Zoom M2. Друзья, на канале давай запишем, где я вас приветствую, и напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. Zoom MicTrack M2 это цифровой диктофон в форм-факторе ручного микрофона. В сегодняшнем ролике мы с вами будем говорить исключительно про модель M2. В отдельном обзоре будьте уверены, что M4, старшую модель, мы также с вами обязательно заценим. Перед тем, как начать, думаю, стоит пару слов сказать о самой записи в 32 битах с плавающей запятой. Почему она настолько прекрасно, так сильно и разительно выделяется на фоне 24 и 16 бит? Всё дело в очень широком динамическом диапазоне, который доступен нам для записи. Здесь это реализовано с использованием сразу двух аналогоцифровых преобразователей. Отдельный преобразователь отвечает за тихие звуки, отдельный преобразователь отвечает за громкие звуки, они друг с другом кооперируются, и в итоге мы получаем возможность не перегрузить вот этот микрофон на записи. То есть даже когда мы с вами получаем, казалось бы, лесенку перегруза, с которой вообще ничего не сделать, мы просто берем в рабочей станции, делаем потише и получаем нормального вида волновую форму. И когда мы записываем слишком тихий звук, мы все равно можем нормализовать этот результат, и при этом мы не получим огромное количество технического шума. Всё, опять же, из-за того самого широкого динамического диапазона, который был достигнут в этом прекрасном устройстве. Здесь в нашем распоряжении оказывается стереопара микрофонов. Она сейчас закрыта, во-первых, мертвой кошкой, штука, которая гасит лишнее задувание, например, ветра, если вы работаете на улице. Ну и лишнее задувание вот вашего артикуляционного аппарата, если вы любите подуть микрофон, никогда так не делайте. Вот под этой штучкой у нас есть специальная защитная сетка, а уже там установлена стереопара микрофонов. Устройство достаточно примечательно тем, что оно может работать сразу в двух режимах. Оно может работать в стереорежиме, то есть когда мы с вами производим стереозапись лево-право, и в монорежиме, когда вся запись ведется в монодорожку, соответственно, у нас весь звук склопывается по центру. Естественно, я буду вам советовать использовать стерео, когда вы записываете что-то, связанное с музыкой. Например, если вам нужно снять какие-то звуки на природе, записать щебетание птиц, ветер, шелест деревьев, используйте обязательно стереопару. Если вы работаете, например, с голосом, то, возможно, следует переключиться в режим моно и уже вот с этих стереопушечек получить моно звук. По крайней мере, для экономии места это просто прекраснейший выход. Но сегодняшний ролик, во-первых, мы пишем с использованием M2, мы пишем с использованием этих стереопар, и мы используем стерео просто, чтобы я мог поделать вот так и немножко вам продемонстрировать это замечательное стереозвучание. Я мог бы скатить весь наш обзор в ASMR, но по комментариям я судил, что вам не нравится ASMR в моем исполнении, поэтому так я делать не буду. Отдельно, если мы уже с вами говорим про 32 бита с плавающей запятой, стоит отметить, что усиление предварительного ручки регулировки вот этого усиления, здесь этой функции нет в принципе. Вы ее тут не найдете. Как раз таки из-за того самого широкого динамического диапазона. И, на мой взгляд, это просто прекрасно. Вам буквально нужно куда-то приехать, включить это устройство, нажать на запись, все. В любом случае вы получите тот звук, с которым на посте уже что-то можно будет сделать. Неважно, записываете вы тихие источники, записываете вы громкие источники, все это прекрасно правятся. Ну, наверное, если вы не являетесь профессиональным записывателем шума реактивных двигателей, самолетов, тогда, возможно, будут проблемы, потому что максимальное звуковое давление здесь составляет 135 дБ. Про управление давайте тоже немного поговорим, но сравнительно недолго, потому что здесь оно достаточно аскетичное. Мы видим экран, на который будет выводиться всей информации, в том числе и во время записи. Кнопки управления, ну, стандартные, это старт записи, стоп, плей, пауза и перемотка в одну и в другую сторону, ну, точнее, переключение между записанными файлами, записанными вами. Под экраном есть сразу четыре кнопки, которые имеют различные значения в зависимости от того, что у вас высвечено в данный момент на экране. Например, в домашнем окне с помощью этих кнопок мы можем задавать фильтр высоких частот, на какой именно частоте происходит убирание ненужной низкочастотной составляющей, а также здесь задается, в каком режиме будет работать диктофон, будет ли он работать в режиме моно или в стерео, мы об этом с вами уже говорили. Отдельно хочу отметить, кстати, что спереди есть специальный индикатор, который загорается каждый раз, когда мы с вами начинаем запись. Сейчас он не горит, потому что это устройство мы используем не как внешний рекордер, а как внешний аудиоинтерфейс с возможностью записи на компьютер. Звук с форматом 32 бита с плавающей запятой, стерео, заметьте, но об этом мы с вами уже говорили. Отдельно отмечу переключатель, который отвечает за включение-выключение и за функцию hold. Он выполнен достаточно интересно в виде такого рычажка. Ну и опять же, какие-то вещи, которые плюс-минус есть на всех устройствах. Это разъем выхода для подключения наушников и какого-то линейного выхода, ну, например, для громких мониторов, и регулятор громкости того, что именно идет у вас на наушнике. Закончим этот блок еще одной достаточно полезной фишечкой. Если мы опустим немного свой взгляд, мы увидим с вами решетку встроенной колонки. Да, это небольшой громкоговоритель, с помощью которого мы с вами можем прослушивать результат, который записали, или мониторится в реальном времени, потому что, да, здесь есть такая функция. Но мониторинг в реальном времени, наверное, все-таки лучше производить в наушниках, вы так не думаете? Вот как раз о наушниках и в целом о работе, о настройках я хочу сейчас с вами поговорить. И для этого предлагаю залезть в менюшки и посмотреть, что именно в них можно настроить. Можно изменить частоту дискретизации. К слову, M2 работает на значениях 44,1, 48, а также 96 кГц. Пунктом ниже включается предварительная запись. Это когда на любой аудиофайл у вас попадает звук, записанный рекордером за две секунды до нажатия вами кнопки старта записи. Очень неудобная возможность. Последним пунктом является возможный сигнал старта записи, идущий к нам в наушники. На запись он не попадет, но может быть полезен. Особенно, когда у нас нет возможности все время смотреть на экран рекордера. Даже несмотря на то, что вся запись у нас будет идти в формате 32 бита с плавающей запятой, и здесь этот формат не изменен, как вы не старайтесь, мы все равно можем с вами переформатировать уже записанные файлы либо в 24, либо в 16 бит, потому что тут есть такая возможность. И она предусмотрена для программ, которые, возможно, не поддерживают 32-битные файлы. Ну, я от себя скажу, что 99 процентов всех современных программ прекрасно работают с этим форматом, так что едем дальше. Поговорим про то, что сюда вставляется, про различную расходку. Во-первых, это SD-карточки. MicroSD тут у нас будет работать форматом до 1 терабайта. Этим устройством поддерживается, можно записать кучу всего. Вместе, кстати, с батарейками. Тут достаточно интересный отсек под батарейкой, он так вынимается очень. Я был удивлен, когда первый раз его вытащил. Две батарейки AA держат это устройство на плаву до 11 часов. Если вы работаете на аккумуляторах, естественно, это значение будет побольше. Запитывать устройство можно не только с помощью батареек. Например, можно пользоваться вот таким методом, каким пользуемся мы. Устройство, подключенное к компьютеру, и когда оно работает с компьютером в виде внешнего аудиоинтерфейса, берет все необходимое питание по USB-проводу. Также есть USB-адаптеры, фирменные, допустим, адаптеры от Zoom, но, естественно, за них нужно будет доплатить какое-то количество дополнительных денег. Раз уж мы упомянули работу в виде внешнего аудиоинтерфейса, давайте об этом чуть-чуть подольше поговорим. Но прежде всего можно работать с PC, а также Mac. Можно работать и с мобильными устройствами, но там будет более замысловатое питание. И если вы подключаетесь к iOS-устройству с Lightning-разъемом, вам понадобятся костыли в виде Camera Connection Kit. Ну, само собой разумеется, куда мы с вами без костылей. Но если возвращаться все-таки к компьютеру, когда мы подключаемся, мы с вами получаем возможность работать с этим устройством как с внешним USB-микрофоном, внешним стерео-USB-микрофоном на минуточку, потому что именно так Zoom M2 сегодня у нас в ролике и работает. Кнопка записи при этом превращается в кнопку Mute, то есть мы нажатием на эту кнопку можем замьютировать весь звук, который у нас идет на компьютер. Звук может идти на запись, звук может идти при этом куда-то в разговор или на стрим, потому что устройство прекрасно распознается как в Windows, так и в различных стримерских программах, так и не будем забывать про запись в рабочую станцию, потому что мы пользуемся ASIO драйвером, который есть именно для Zoom M2. И это примечательно, что для M4 и для M2 есть свои собственные ASIO драйверы. Обязательно не забудьте их скачать перед началом работы, равно как и самую свежую прошивку на данный момент. На рекордере имеется еще одна интересная функция — это нормализация после записи, но перед тем, как вы свои файлы перекидываете, например, в рабочую станцию. Производителям это характеризуется как что-то, что упростит ваш рабочий процесс и ускорит его. Я тебе скажу, что закинуть эти файлы в рабочую станцию, выделить их сразу все и нормализовать намного быстрее. Где бы я применял эту нормализацию, если вам на встроенной колоночке нужно послушать какие-то звуки, записанные на этом рекордере, нормализуете, и после этого слушаете, вы получаете примерно ту громкость, на которой хоть что-то можно разобрать. Вот здесь нормализация будет в помощь. Как мы с вами поступим на тестах? Я предлагаю записать наш музыкальный дуэт, гитару и вокал. Мы расположим рекордер так, чтобы балансы у нас были соблюдены, и послушаем, как именно это устройство работает при записи музыки. Вот здесь мы пишем. Мед expости этот день повторно сразу жеeremos. Присубь от этого уп chorает и внизуаживаю. Субтитры создавал DimaTorzok Выводы, на которых традиционно я буду не только хвалить, но и ругать. Давайте всё-таки начнём с ложки всем известной субстанции, чтобы в дальнейшем перейти всё-таки на задабривание. Итак, здесь мне чудовищно не хватило усиления для наушников. На устройстве, которое поддерживает работу с 32-битами с плавающей запятой, я рассчитывал иметь усиление побольше. Так что старайтесь выбирать что-то с более меньшим количеством Ом в качестве наушников для этого устройства. Чего ещё мне не хватило? И здесь я передаю привет вот этому прекрасному устройству Zoom H1, видавший вид нашего прекрасного оператора. Принёс его, чтобы он снялся, стал звездой кадра. Так вот, чем было примечательно это устройство? И опять же, с Даниилом мы за кадром об этом говорили, я думаю, что вы со мной согласитесь. Это то устройство, которое задало вот этот тон хорошего звука даже у бюджетных блогеров. Даже бюджетные блогеры с помощью вот этой стереопары, с помощью линейного входа для подключения петличных микрофонов и гарнитур смогли получать нормальный звук у себя в видеоблоге. И да, именно про линейный вход на маленьком джеке я сейчас хочу поговорить. Вот он такой прекрасный здесь. На этом устройстве линейного входа нет. И на мой взгляд, это очень большой минус. Это минус просто чудовищный, просто катастрофических масштабов, потому что мы можем использовать только стереопару, но при этом подключить какую-нибудь петличку, подключить какую-нибудь гарнитуру на маленьком джеке, подключить в конце концов, ну не знаю, какой-нибудь, ну радиопетлю, выход с радиопетли линейный. Если вы вдруг пользуетесь радиопетлей и хотели бы пользоваться ей вместе с Zoom M2, у вас так сделать не получится. Опять же, тут я хочу сделать ссылку на Zoom M4. Тут у нас есть полноразмерные комбинированные разъемы к этому устройству. Как я и обещал, мы вернемся с вами, но уже в другом обзоре. Теперь о достоинствах. Это действительно интересное решение. Это запись 32-биток с плавающей запятой, это микрофоны, это звук, который вы никогда не сможете перегрузить. Даже если вы получили перегрузку, вы в рабочей станции просто тянете вниз, и все, у вас нормальная волна. Это очень легкий рекордер. Даже по сравнению с H1, мне кажется, что они весят плюс-минус одинаково. Но опять же, можете, я так думаю, из-за эргономики, потому что вот он всю дорогу у нас ставил на стойке. Кстати, в фирменном холдере, который идет в комплекте. И холдер, если вы его даже потеряете, я не думаю, что это будет большая проблема, потому что это стандартный холдер для радиомикрофонов, ну то есть увеличенных размеров. Так вот, этот Zoom M2 очень удобно брать просто в руку и что-то записывать. Например, это могут быть интервью. Например, это может быть охота за звуками в лесу, в парке и так далее. Вы меня прекрасно понимаете. Это неплохой микрофон для записи музыки, например, музыкальных коллективов, как это сделали мы. И, конечно же, конечно же, это прекрасный микрофон для блогинга, который в том числе можно использовать и дома в режиме внешнего аудиоинтерфейса, не тратя батарейки и не расходуя места на ваши SD-карточки. Я так сказал, будто мы на ленту все еще пишем. В конечном итоге мне будет очень интересно узнать ваш вердикт, что вы думаете по поводу Zoom M2, какие плюсы, какие минусы лично для себя вы в нем заметили, выделили. Обо всем этом напишите в комментариях. Я напоминаю, что это был канал Давай Запишем, напоминаю, что нас можно поддержать лайком за нашу работу. Если не подписаны, то обязательно подпишитесь и следите за обновлениями. Впереди много нового и интересного, конечно же, из сферы про аудио. Ну и штатно напоминаю, что лично за мной вы можете следить в моих соцсетях. Все ссылки прямо сейчас вы можете видеть у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Ну почему они могут? Просто ведь они могут сделать нормальный пластик, но есть аж шестой и аж четыре. Не могут. Почему? Не могут. Почему? То софт-тач сделают, который просто начинает у тебя потеть. Либо вот такую маршрую штуку. Какого дьявола?